Сейчас я хочу показать вот эти барьеры в восприятии реальности. Нас окружает реальность, мы же смотрим на жизнь. И мы, ну про себя-то мы всегда говорим, что мы самые лучшие. А вот на других, когда мы смотрим, мы говорим, ой, ну идиот, ну надо же, ума у человека, ну просто нет. Ну блин, ну пипец, поехал. Да, но мы-то тоже такие все. Если она на нас со стороны посмотрит, да? Итак, через какие призмы мы смотрим на реальность? Вот мяч. Первое что, ну мы же смотрим через глаза, это у нас органы воспринятия, каналы восприятия. Мы слышим, да, обоняние, тактильное трогаем, вкус. Мы мир познаем через эти органы. А если мы возьмем и зрение у человека уменьшим, слух изменим, что-то еще там, у него же меняется восприятие реальности, оно же не полное, так ведь? Дальше. Виды мышления. Вот наглядно-действенное. То есть человек хочет только все видеть и трогать, да, вот все, покажи только ему. Наглядно-образное, ну оно приблизительно вот сходное. Наглядно-словесное, это только-только расскажи мне. Не надо мне показывать вот это, ты мне расскажи. Абстрактно-логическое, ну это такие, это философы, математики, вот они, их сложно даже понять, о чем они говорят. И вот теперь с наглядно-действенным понятно, мяч, ну все понятно, да. А вот с абстрактно-логическим, это математик сейчас посчитает, это какие законы подпрыгивания там и так далее подобное. Так мы его вообще не поймем. Это тоже призма, через которую мы видим мир. Прошлый опыт. А вдруг в детстве мячом там по голове ударили, играл в футбол маленьким был, попало по голове мячом, все. Теперь ты боишься всего круглого, Азиз, слышишь? Только увидел круглый, а не, не буду. Бизнес предлагают какой-нибудь, давай будем продавать, не знаю, там, дыни, да, хороший бизнес, деньги хорошие будут. Оп, дыни, а мозг говорит, нет, дыни это как мяч, не надо. У нас уже попало один раз, круглое в голову было больно, и все, человек отказался. Женщина пришла на свидание, условно, арбуз принесла тебе, да, а ты с ней разругался. Почему? Ну так арбуз же это же как мяч, слышишь? Футбол, он, не любовь к футболу тоже уже. Да, да, вот так вот оно. Да, а вот они призмы, через которые мы мир видим, а потом мы удивляемся, почему. На воротах стоял сильным ударом. Да, да, да. Дальше. А вот еще мировоззрение, бытовое. Ну, допустим, человек смотрит на солнце, бытовое мировоззрение, он говорит, да, ну что там, жарит, вот парит, блин, быстрее бы уже зима. Да. Религиозное, смотрит на солнце. Это божественное творение, создано Богом, художественное мировоззрение. Великая чаша, излучающая свет. И нарисовал, да, там, либо стихи, либо песню про солнце сделал. Научное. Это образование, состоящее из гелия, распад которого и пошло-пошло. Философское. О, тут вообще будет вообще непонятно. Да. Атман есть брахман, все есть абсолют. Ничего не понятно. Вот. Это же тоже призма. Через нее человек смотрит. И когда мы с вами встречаемся на научной конференции о человеке с бытовым мышлением, мы с вами о фактах, об экспериментах, а он говорит, ой, да что вы мне рассказываете? Вот моя тетя помню мне, значит, когда... Вот это о чем? Как мы можем с друг другом договориться? Либо человек философским, а ему религиозное, вообще-то ничего не понятно. Он тебе про абсолют, а здесь тебе про то, что нужно к иконке приложиться. Понимаете? Это все призмы. И добавляем наши прекрасные 99,9% подсознания. То есть, что там у тебя в мозге, какая информация, как она работает, ты вообще не знаешь об этом. Не догадывайся даже, да? Вот они призмы, через которые мы смотрим на мир. В итоге, ты смотришь на мяч, а думаешь о колбасе. Ты смотришь там на руководителя, да, а думаешь, ой, как бы жена, вот блин, и сегодня сделает, и не сделает. Реальность одна, а результат совсем другой, восприятие. Почему? А потому что эта реальность преломилась через множество фильтров и дошли до тебя. А если эти фильтры не проработанные, не развитые, если они не прочищенные, если ты не можешь в своем мозге проникнуть в подсознание и найти ту информацию, которая искажает, ну все, ты обречен на то, что ты будешь неуспешным, либо неудачником, да, либо несчастливым. Почему? Потому что ты неадекват. Там, где нужно вложить деньги, ты их зажмотился. Там, где нужно не вкладывать деньги, а ты вложился, потому что ты пожадничал. Там, где нужно сказать кому-то, а ты молчишь. Там, где нужно молчать, а ты говоришь. Видишь, как? Неадекватность, да? Хотел сказать, когда вы начали про рахмана или религиозного, хотел сказать, богохульсуете. Это показывает моё религиозное мировоззрение, правильно? Это как один из первых, который мне пришёл. Конечно, да. Вот уже конфликт начинается между религиозным мировоззрением и философским. А потом ты меня в суд подашь. Меня в тюрьму посадят, возможно. Если я не докажу, что я с точки зрения философии рассуждал. Да, вот конфликты. Конфликты, вот они. Вроде мы видим одно событие, интерпретация пошла через эти призмы. В итоге, что она там поняла, либо что он понял, непонятно. А как же устраивать коммуникацию тогда, чтобы человек адекватно понял, о чём ты хочешь сказать? Это так важный момент. Ну, например, для меня важно, чтобы, понятно, с детьми общаться. Для меня вот это важно. Можно я сейчас тебе прерву? Вот ты сказал, как же коммуникацию выстраивать? А у меня как раз и будет дальше это способы исправления. И там будет развитие коммуникации, коммуникабельности. А как ты будешь коммуникацию развивать, если у тебя, условно, там, ты смотришь на женщину, а у тебя представление, что это чёрт какой-то с рогами. А дьявол, посланник дьявола, которого надо, там, ограничить так, так, на цепь посадить, ну, тьфу, я говорю так, уже утрирую. Чуть ли не в тюрьм на века бы. Ну, а как, до сих пор ещё в некоторых странах женщин, им запрещают ходить с отрытым лицом, вот, это, ну, что это, либо забивают камнями, там, за что-то, да, это что? Это же вот и 21 век, извините уже. Здесь вы уже политический вопрос. Нет, я пример привожу. Любая страна, любая нация, любой народ имеет право на то, как он живёт, да, внутри. Это их право, они пускай так живут. Вопрос, ты хочешь так жить? Нет, я тоже не хочу, поэтому с тобой живём в Российской Федерации. Слава Богу, вот, у меня опять слово, слава Богу, значит, показано религиозные отношения. Да, да, да. Ну что, продолжаем дальше, потому что тема дальше будет ещё интереснее. Итак, вот он, вывод такой, красный, да, что на 99,9% каждый из нас не управляет своей жизнью. Это не значит, что там, ты не управляешь, а есть кто-то святые, которые управляют. Ну, практически все, потому что мы люди. А почему? Да потому что мы не воспринимаем адекватно окружающую реальность. Вот и всё. А почему мы её воспринимаем неадекватно? Да потому что у нас физиологические какие-то проблемы, которые там, заболевания, а также психологические какие-то причины. Вот, итого, мы и вот такие вот тыкаемся носом, что-то там пытаемся, как-то реагируем, а в итоге потом удивляемся. Вот почему я не достиг желаемого? Почему я не стал чемпионом мира, олимпийским чемпионом? Почему у меня бизнес не пошёл? Почему у меня там муж меня не любит? Почему у меня там дети не уважают? Ну, извини, ты же на 99,9% ты вообще не понимаешь, что происходит. Вот так. Ещё один очень важный момент – это накопление по жизни эмоционального напряжения. Это накопление по жизни эмоционального напряжения. Спасибо. Спасибо.